Выращено в Бразилии, обжарено в Люберцах. Уже почти четверть века на территории округа работает предприятие по производству зернового и молотого кофе. В месяц выпускают 450 тонн продукции. Масштабы производства люберецкого кофе оценил глава округа Владимир Ружицкий. В период пандемии, когда границы были закрыты, поставки кофе-сырья из стран Америки, Африки и Азии не прекращались. Поэтому оборудование в цехах не останавливалось ни на минуту, работало в штатном режиме. По итогам прошлого года предприятие выпустило 5000 тонн готовой продукции. Больше, чем в докоронавирусный период. Во время самоизоляции люберецкая компания по производству кофе не осталась в стороне и стала помогать медикам, работающим в красной зоне. Несколько раз оказывалась помощь такая. Мы на самом деле не считали. Это была помощь от души. Были требования, мы поставляли. В принципе, я так понимаю, что мы одни из самых первых были законодателем этой ситуации, инициативы. Все предприниматели люберецкого района поддержали эту инициативу, кто чем смогли. Также компания стала участником проекта регионального отделения партии «Единая Россия» «Волонтеры-50». Хорошее, замечательное предприятие. Можем сказать им только спасибо, потому что они помогают. Кроме того, что кофе поставляли в наше медицинское учреждение, в том числе и материально оказывали помощь нашим медикам. На предприятии не только помогают другим, думают и о своем будущем. В ближайшее время здесь завершится реализация инвестиционного проекта. Это новая линия по производству кофе. Ее запуск запланирован на весну 2021 года.